Пошли на зайца, а подстрелили лося. В разгар охотничьего сезона участились случаи браконьерства, отмечают правоохранители. В этот раз, по информации инспекции природоохраны, на криминальную охоту вышел семейный подряд вместе с приятелем из Минска. Нарушители подстрелили зверя, а поймали их за работой, когда те разделывали тушу. Однако разрешения на добычу сахатого у них не оказалось. Лишь у одного имелась путевка на пушных обитателей леса. Ущерб природе защитники фауны оценили почти в 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Однако следователи полагают, что за плечами браконьеров ни одна незаконная вылазка. Продолжит тему Александр Камович. Тот день для троих мужчин, отца и сына из оградка Лошница и их приятеля из Минска выдался действительно неохотничьим. В прямом и переносном смысле. На промысел охотники вышли без официального разрешения. Путевка у них была всего одна на троих, на зайца, а вот добычей стал лось. Охотники добыли самку лося, хотя не имели разрешения на добычу копытных. Один из них имел только путевку на пушные виды, двое других вышли в лес вовсе без всяких путевок и разрешений. Несмотря на то, что они являются все легальными охотниками. То, что охотники убили не того зверя, не случайность. Уверены в природоохране. Стреляли в животное нарушители недалеко от трассы М1. Буквально в 50 метрах, вероятно, рассчитывали, что шум большой дороги заглушит выстрелы. Однако их услышали местные жители и сообщили в инспекцию. Охотников застали в тот момент, когда они разделывали тушу. Вот видите, вмешательство в смерть данного животного. Он одна вот здесь. Пожалуйста, сквозной. Вот, картечь. Вот эти картечи изымают. Вот эту, эту тоже надо, значит. Отвечать на вопросы следователей задержанные отказались, поэтому было принято решение поместить троицу под стражу. Сейчас охотники находятся в изоляторе Борисовского РОВД. За незаконную добычу лося в отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба оценивается почти в 7 тысяч рублей. Правда, у инспекторов природоохраны есть основания полагать, что группа причастна и к другим незаконным вылазкам. Стоит отметить, что нелегалов ввели уже несколько месяцев, поэтому их задержание не случайность. Александр Камович и Юрий Сахадзе. Зона Икс.